итак друзья я всех вас приветствую сегодня мы с вами проведем замечательный эксперимент по тому как заходит наше солнце и что она и себя вообще представляет я сейчас попробую немножко приблизить увеличить посмотреть все что там находится а где-то возле слева вижу в небе черную точку посмотрите вот солнце справа так а вот здесь внизу прямо на деревьями черная . неужели это тот самый инопланетный объект я сейчас буду приближать рассматривать вы посмотрите вот буквально на деревьями ли это что ваш воздушный шар приближаем да это воздушный шар кто-то летит один шар увеличим увеличиваем невероятно друзья просто фантастика какой-то воздушный шар находится буквально перед солнцем начали потому что это инопланетный объект потому что сегодня мы с вами обязательно посмотрим что происходит солнцем на закате и вот увидел вот эту черную . она меня очень сильно поразило так она вообще есть одна или нет вот находимся в таком интересном месте буквально на природе вместе с вами и откуда-то то взялся вот этот вот шарик еще раз сейчас приближу потом мы будем наблюдать за солнцем давайте солнышко приблизим снимаю на одной из своих видеокамер это panasonic hc в 510 где этот шарик вон он вот этот объект интересный кадр конечно вот знаете издалека можно подумать что это какое-то нло потому что но видно только черная . это только благодаря видеокамере мы смогли приблизить и рассмотреть еще обратите внимание как быстро этот шарик движется если понаблюдать относительно травы просто можно сказать падает куда-то в неизвестном направлении вот несется и все уходит куда-то ниже и ниже даже не знаю что это может быть такое но по форме напоминает действительно воздушный шар который раскрывается из виду ну а мы сейчас продолжаем наблюдать за солнцем посмотрим что же там происходит да кстати еще один момент обнаружил обязательно вам сейчас покажу помимо того что солнышко мы будем сейчас смотреть что там на нем если пятна или какие-то тоже объект или нло вот буквально над нами видна луна или половинка луны дневная луна давайте приблизим посмотрим как она сегодня выглядит после того как мы снимали буквально вчера она стала огромная даже больше половины луны и справа очень хорошо видны вот эти темные пятна а сама на серой левой половинки как всегда нету как будто бы и не существовало великолепные кадры друзья то есть луна присутствует заходящее солнце и видите освещение справа я проведу ну такой мини эксперимент сейчас мы переведем камеру направо и увидим как раз это солнышко вот она есть с четырьмя лучками расходящимися куда-то вверх включаю теперь другой фотоаппарат nikon p1000 и смотрим все что происходит ну что ж друзья вот буквально в прямом эфире мы сейчас будем наблюдать за закатом солнца там где-то около горизонта не знаю как у нас это получится но будем контролировать каждый момент и вообще пока что она еще над горизонтом я попробую приблизить чтобы рассмотреть все подробности ну которые там есть и так немножко пришлось под настроить здесь фотоаппаратик но все солнечный фильтр стоит на месте мы начинаем приближать буквально заходящее солнце и посмотрим что действительно она из себя представляет на закате если какие-то пятна или объекты на его поверхности но в данном случае я ничего не вижу никаких черных точек а лишь какой-то красный оранжевый шар или точнее но плоскость я бы сказал что это не шара какой-то кругляшочки если мы присмотримся то четко увидим просто круг и и действительно нет больше вот этих вот болячек на солнце каких-то гигантских темных пятен в данном случае это желто-оранжевый блинчик даже не белый когда мы смотрим на солнце днем то мы четко видим белый круг в этом же случае солнце вот такого цвета в центре более менее желтая по краям оранжево-красная и вот сейчас она движется опускается вниз буквально в прямом эфире мы будем снимать этот великолепный закат и посмотрим что у нас получится когда солнце будет заходить уже совсем за горизонт и прятаться за деревья думаю тоже будет будет очень интересно вот сверху справа там нет ли никаких бугорков наверху посмотрите нет ли переливаний ну-ка ну-ка если я еще о что это пролетело или стая птиц или кого-то я не понял черный объект я только-только начал приближать огромная стая кого-то или длинных таких сигарообразных нло пронесла слева направо посмотрите солнце стало белое вот буквально наших глазах я ничего не делал вот оставил фотоаппарат на месте и она побелела само по себе не знаю как это получилось никаких абсолютно настроек не делал то есть разговариваю с вами в прямом эфире но меня привлекает контур нашего солнца вот что-то еще черный птицы как калибри какая-то прямо наверх наверх не знаю что это было но опять был пролет какого-то существа живого на фоне солнца я только только начал вам рассказывать про вот этот вот край солнечный как видите идут постоянные пролеты отмотаю немножко назад и так вел небольшой здесь настроечку и опять у нас получилось что солнце желто красное то есть когда я включая выключая фотоаппарат она почему-то меняет цвет посмотрим будет ли какое-нибудь изменение в ближайшее время но вот эти пролеты были достаточно странные кто может летать на таком большом расстоянии и такое впечатление что как раз рядышком солнцем и не сгорает вы понимаете какие-то существа может быть стрекозы птички но кто-то пронес во-первых слева направо а потом пролетел вверх солнце цвет не меняется прям такой оранжевый оранжевый и скоро солнышко наш начнет уже подходить к деревьям я сейчас отмотаю назад мы посмотрим будут ли видны деревья здесь на фотоаппарат не знаю может быть и нет но само солнышко мы обязательно пронаблюдаем мне прям нужен вот этот закат солнца как она уйдет и в любом случае мы что-то сможем снять когда солнце будет проходить те самые деревья я сейчас еще получше приближу чтобы нам рассмотреть более более все подробно и внимательно фантастика друзья кадры конечно о немножко настроил смотрите и цвет изменился очень сильно давайте я сейчас знаете как нажал автоматическая съемка сейчас идет все в автомате нижний край солнца как переливается как будто бы на солнце действительно есть атмосфера и оно живое вот прямо все пульсирует или это она скажем плывет в космической воде но лично я вот так сейчас вижу а вот левый край не так сильно пульсирует только нижняя часть безумно переливается именно справа налево это интересный момент то есть волны идут справа налево по нижней части солнца конечно мне бы очень хотелось снять и пролеты инопланетных объектов и может быть еще какие-нибудь аппараты или существа которые тоже живут где-то там рядом с солнцем с нашей атмосферы возможно у нас это получится но кое-что мы сегодня уже сняли это хорошо я сейчас немножко фотоаппарат переведу как будто бы куда-то видите опускается в какую-то поверхность и даже не воздушную а больше похоже на водяную вот эти волны несутся куда-то вниз и солнце кстати не четко вниз опускается видите направо вниз и немножко правее то есть это вот действительно реальное движение нашего небесного светила о пронеслось опять что-то справа налево был пролет быстрый-быстрый фантастика какая то есть мы действительно фиксируем неизвестные пролеты не знаю живые это существо вот еще вот это птица какая-то да слева пронеслась прямо в правую сторону интересно наблюдать еще конечно хочется услышать ваше мнение все таки как вы считаете солнышко наше вот кстати пришла мысль не напоминает ли она вам луну и еще один главный момент так все секунд чуть пониже под настрою как вы думаете все таки солнце имеет какую форму круглую шарообразную плоская или может быть слегка выпуклую что из себя она представляет уже прям темнеет на улице я чувствую что ну наверное через пару минут действительно она зайдет куда-то вниз и мы сразу же заметим исчезнет ли нижняя часть может быть солнце изменит свой цвет будем прямо каждый момент этот фиксировать единственное что сразу же сообщу вам конечно пропали все вот эти солнечные пятна и болячки ноги у них вообще нету по крайней мере я не вижу их на фотоаппарат nikon p1000 сегодня уже вечер 7 июня 2022 2 года вот в этот момент ведется съемка что вы понимали просто ровный кругляшочек такой немножко видите внизу пульсирующий сверху тоже пульсирующий ну а слева справа немножко так он почти не переливается этот кругляшочек но тепла как такового нету по крайней мере я его не ощущаю поэтому солнце все-таки для нас это основное как источник света я бы сказал просто свет или освещение что-то пролетает птицы наверно вот и точно птицы и так друзья мне приходится перемещать фотоаппарат все ниже и ниже и фиксировать потому что в скором времени мы совсем потеряем вот этот солнечный свет я сейчас прямо отмотаю назад а потом приближить чтобы видели всю вот эту мощь происходящую которую мы с вами фиксируем единственное что через фильтр не видно деревьев вот а солнце уже прямо опускается туда к ним через солнечный фильтр но когда будут проходить маленькие веточки я думаю это будет интересно потому что маленькие ветки будут выглядеть как какие-то существа и вообще сможет ли солнечный свет и затмить наблюдаем друзья наблюдаем скоро она полностью скроется за горизонтом специально я сегодня выбрал такой момент для вас чтобы показать во всю вот эту красоту и так друзья решил показать вам как ведется вся вот эта съемка вы можете посмотреть вот фотоаппарат nikon p1000 и мы прямо в прямом эфире наблюдаем за закатом солнце или заходом я попробую приблизить сейчас и на эту видеокамеру на другой на panasonic посмотрим что она нам покажет вот ведь солнышко еще немножко над деревьями но в любом случае скоро она скроется здесь же формы как будто бы даже человеческий вот сейчас фокусируется что-то летает там птицы прямо над деревьями внизу есть какая-то асимметра я бы сказал или плечи а сверху голова но вот таким образом солнышко выглядит на другую камеру еще немножко она буквально зайдет за верхушку вот этих деревьев мы ждем ожидаем этого момент друзья и так друзья вот эта фантастическая красота действительно верхушки деревьев появились также на заднем фоне виднеется наше солнце и она в какой-то пелене облаков непонятной или дымки и сейчас вот она начинает заходить за первое дерево или за веточки теперь она прямо сильнее сильнее начинает пульсировать и переливаться но кадры конечно феноменале я сам просто в восторге даже увидеть все это в прямом эфире как скажем такой интересный объект ведь и в середине дымка как будто бы кольцо вокруг солнца и чуть-чуть даже солнце стало напоминать юпитер какую-то огромную планету или объект на улице становится все холоднее и холоднее солнышко наше опускается вот так вот она движется вниз и уже видны из правой стороны такие деревья небольшие листики но кадры шикарные будем наблюдать прямо до конца когда она полностью скроется из виду и посмотрим как это произойдет друзья сейчас немножко опущу фотоаппарат под настроем так нам нужно будет наблюдать весь этот процесс до конца мне кажется вот нижняя часть уже за какой-то пеленой облаков или дымкой ведь она даже не заходит за землю а просто скрывается за дымкой то есть она не удаляется или наоборот удаляется и вот эти облака потихонечку начинают закрывать солнце по большому счету это как отъезжающая машина когда она вдаль уезжает нам кажется что машина тоже уходит за горизонт но по факту она всего лишь удаляется на какое-то большое расстояние точно такую же картину мы видим сейчас и ни с того ни сего видите все темнее темнее но здесь в данном случае нас блокирует неизвестные облака откуда они взялись непонятно небо было голубое чистое и видно что наше солнце именно скрывается туда за них а размер у него в принципе точно такой же как и был когда мы снимали его наверху но вот этот солнечный закат очень много стоит возможно мы даже зафиксируем еще вот эти пролеты объектов которые просто-напросто не удается увидеть при очень ярком освещении облака такие серы или так черно-оранжевые красивые кадры безумно красивые кадры и вот этот закат мы с вами сегодня сняли все это дело специально для всего человечества чтобы мы люди развивались и поняли как устроен наш мир я думаю эта красота тоже незабываемая и для вас и для меня становится знаете ну не то что холодно холода опять нету единственное что потемнее вот темнота приходит ни с того ни сего а это говорит лишь об одном что все-таки наше солнышко это определенный фонарь или прожектор размеры тоже у солнца в принципе сейчас сохраняются как мы можем видеть пульсация увеличивается она сама куда-то прячется уже очень и очень сильно невероятные кадры хочется еще конечно потом так поснимать и закат луны то есть луна чтобы зашла и мы бы все это с вами увидели но теперь давайте наверное фильтр сниму прямо на ваших глазах и мы посмотрим на всю эту картину же без фильтра я вот убираю его не знаю что сейчас покажет фотоаппарат вот так это все выглядит если мы смотрим просто без каких-либо дополнительных фильтров или чего-то еще вы посмотрите облака и сверху и снизу но по большому счету кругу мы уже не видим солнечного вот такая вот обстановка все резко потемнело видите небо безоблачные но но чуть-чуть небольшие облака есть но почему-то где заходящее солнце там прям огромная пелена облаков и так всегда бывает не бывает что солнце заходит за ровную поверхность облака появляются стабильно единственное что когда можно зафиксировать солнце без облаков это где-нибудь на море там прям четко видно как она заходит за водную гладь но красота неописуем и друзья я думаю вам понравился этот видеоролик всем вам желаю удачи добра чтобы все сбывалось в ваших жизнях мы продолжаем наблюдать за нашими небесами все самое интересное только впереди говорю вам до новых встреч поехали пока и бум у у Субтитры создавал DimaTorzok